Приветствую вас, Максим. Давайте разберем ваш вопрос, давайте разберем ваш текст. В первую очередь хочется сказать, что у вас, на мой взгляд, присутствует некоторая такая вот мистификация тех событий, которые в вашей жизни происходят, в частности вот, в этой вот ситуации с девушкой, то есть у меня есть вот такое чувство, что как будто бы вы несколько мистифицируете то, что происходит с вами в отношениях, вот, и, собственно говоря, не погружаетесь, я бы сказал, вот, знаете, ну, несколько глубже в эту ситуацию, вот, хотя надо бы, на мой взгляд, это сделать. То есть, на мой взгляд, нужно вам для того, чтобы с ситуацией разобраться, вам нужно погрузиться глубже в то, что происходит, вот, и понять вот это вот ощущение, которое у вас есть, такое вот чувство, может быть, дискомфорта, которое вы описываете, чувство конфликтности, которое вы описываете, вот это вот нужно, мне кажется, поисследовать, потому что, на мой взгляд, именно не желание смотреть туда, вот, именно, не желание обращать внимание на вещи, которые, ну, вот, как бы, с вами происходят, вот, мне кажется, в какой-то степени создаёт проблемы, вот. То, что вы говорите, вот, по поводу того, что он вас тянет, например, к девушке, это очень важно, момент, как именно вас тянет к ней, что именно вы чувствуете? Ну, вот, в контексте, а, в неё, что вы ощущаете? Чего вам, а, ну, не хватает? Вот. Вот. Это нужно вам, на мой взгляд, преследовать. Вот. И, когда и если вы это сделаете, вам будет понятно. Что конкретно с вами происходит, что конкретно вы переживаете, какие конкретно ощущения вы испытываете? Вот. То есть это вот очень такой важный, на мой взгляд, момент, на который вам нужно обратить своё, конечно же, внимание. Вот. Вот. Вы пишите. Был в отношениях с девушкой более двух лет. За это время расставался, уходил, но хватало максимум на месяц и ещё мириться. Ну, во-первых, из-за чего вы расставались с этого, это, на мой взгляд, важный, важный аспект. Вот. То есть, ну, нужно поисследовать, из-за чего конкретно, да, вы расставались с девушкой своей. Вот. У вас, вероятно, были, как-то, некоторые, ну, некоторые ссоры, некоторые, ну, основания, скажем так, для конфликтов. Вот. Это нужно, конечно же, поисследовать. Вот. То есть, нужно посмотреть причину ваших ссор. Вот. Нужно посмотреть основания для конфликтов и, что самое главное, какое принимаете непосредственно вы участие. Вот. Вот. Потому что, если вы этого не видите, если вы этого не вынесаете, вот, то, соответственно, будут проблемы. Вот. Также, когда вы говорите, что слимириться, это тоже достаточно такой вот, как мне кажется, вауленный момент, потому что, ну, примирение без, например, ну, без каких-то решений, вот, особого смысла, вот, не имеет, в принципе, вот, к сожалению. Вот. то примирение как бы особого смысла вообще не имеет совершенно, но я надеюсь, что этот момент тоже как-то зафиксируется. Потому что на это важно обратиться. Внимание, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Дальше. Так. Сильный дискомфорт уже после нескольких дней вместе. Ну, вот вопрос, который вам здесь нужно, на мой взгляд, себе задать. Это, значит, с чем связан дискомфорт? Вот. Как именно вы его чувствуете? Вот. Как именно вы его ощущаете? Дискомфорт. Потому что здесь вот вы, опять же, поверхностно достаточно, как мне кажется. То есть вы не... Ну, как будто бы не видите глубже ситуацию. Но эта ситуация важна. Достаточно. Дальше. Так. Пытаться себя перестроить, ведь во многих сферах она мне нравится. В принципе, лично полное недопонимание. Опять же. Пытаться себя перестроить, это значит, как бы, ну, себя как-то ломать. Ну, по крайней мере. Как это выглядит. Для меня. И, соответственно, важно увидеть, насколько вы это делаете осознанно. Да? То есть, насколько осознанно вы делаете, вы пытаетесь себя, например, ломать. Например, меня. Да? И почему, почему вы считаете, что вот, как бы, в отношениях, ну, вообще, так вот можно делать, то есть, ради того, что вам человек нравится, вы пытаетесь перестроить. Нет, понятно, что иногда нужно идти на компромиссы. Вот это вполне адекватно, там, вполне нормально. Вот. Но. Но. Как мне кажется, вы вот не очень, ну, опять-таки, оформляете это. Вот. И здесь, в принципе, здесь считывается, что девушка для вас, ну, как бы, чем-то важна. Вот. Важнее, чем, ну, чем обычно. Важнее, чем в норме. Вот. Вот. Такая вот история. Здесь. То есть, для вас мотивация быть с девушкой, причем... с той, которой вам нравится, быть важнее, для вас это важнее, чем уйти, понимаете, какая сторона будет. Вот, так что, на это нужно обратить внимание, вам, свое, по крайней мере. Дальше, так, пытался пишите вы, уехал в другой город, сменил номер, начал новую жизнь, страна, начал стремиться снова к ней и помирить. Ну, надо сказать здесь, что новая жизнь редко дает какую-то реальную перезагрузку, потому что, по факту, как бы, опыт нельзя убрать. То есть, если у вас есть опыт, то игнорировать его нет смысла, вот. Потому что, так не очень сильно на вас влияет. А то, что вы пытаетесь его проигнорировать, вот. Что это такое? Хорошо, это такое, что вы думаете. Что это такое? Что это такое? И, как это такое нужно. Ну, как это такое? Ну, это такое. Так, через три мифа потянуло к ней в пищевую, но опять же вот вопрос, когда вы говорите, что вас потянуло к ней, что вы собственно имеете в виду, чего вам захотелось, что изменивается и так далее, то есть что-то с вами произошло, но это в виду не замысло, вот, дальше. Так, помирились, ну опять же, вот здесь ваша активность, когда вы говорите, что помирились, да, то это как бы, ну, что это вот для вас означает, какую активность вы проявили, здесь, вот, это важный момент, как мне кажется, дальше. Дальше идем. Она пролетела ко мне, попробовали начать новую жизнь в новом городе вместе, закончилась краком, скандалы и истерики, вернулись в народе, но опять же, вот, вы здесь не раскрываете этого аспекта. Что именно истерика, ну, из-за чего именно, как бы, у вас истерика и конфликты, собственно, да? там, вот, истерики живут, могут быть, как, там, условно говоря, с ее стороны, да, так и с вашей стороны, ну, вот. И это, как бы, ну, очень, очень важный момент, который, в данном случае, вы не раскрываете. Вот. А вот, потому что это важно, как мне кажется. Дальше. Идем. Значит, так, вернулись на родину, я соблазнен в свою силу и ушел. И ушел. Вот прошел месяц, каждый день мы переписываемся, начали пройти к нейть, одиннадцатых часов, но мы не понимаем, зачем я это делаю. Ну, вот, вам нужно это поискредить, ну, вообще так говоря, и, вот, постараться увидеть, чего вы хотите, вот, что вам нужно, собственно говоря. Вот. Это, довольно важный момент. Дальше. Я будто превращенный, ну, вот, это не совсем так. Конечно, здравый смысл уходит на второй план, но в том, что касается я здесь, здесь вопрос не в здравом смысле, здесь вопрос, скорее-скорее, в том, именно, с чего вы хотите. Здесь вопрос, на мой взгляд, по крайней мере. Так как, здесь вопрос именно в том, что вам нужно. Вот. Дело не в здравом смысле, как вы, как вы говорите, а дело именно в том, что вы не очень понимаете, а, чего вы хотите. World. World. И. Не отдаете себе отсюда. В этом. В том. В том, чего вы хотите. Дальше. Я очень устала от этих эмоциональных качелей, сейчас она уехала к родственникам, а приеду снова хочется попробовать все заново. Вот. Мне кажется, что вам бы не рассчитывать бы как-то на то, что можно начать в Сувенну. Понимаете? Какая штука – это важный, важный аспект, как мне кажется. Здесь, по крайней мере. Дальше. Так, как найти в себе силы и щельность не писать и не искать ее? Ну, если что, о чем вы говорите, является, собственно, элементом любовной зависимости, как я думаю, то сами вы с этим справитесь вряд ли. То есть, самостоятельно вы вряд ли сможете найти в себе силы, как вы говорите. Вот, к сожалению. Поэтому вот тут вот такой нюанс присутствует. Дальше. Идем. Хочу закрыть эту страницу жизни. Я нормально хочу. Ну, нужно понять опять же, чего вы хотите. В основных сферах я довольно решительный и успешный человек. Ну, может быть, в этих самых сферах вы успешный и решительный, как вы говорите. Вот, но только момент здесь вполне может быть такой, что вы себя, ну, к примеру, выставляете слишком сил. То есть, если вы, вот, если вы себя не очень чувствуете, да, если вы себя не очень ощущаете, вот, как бы, то вполне вероятно, что вот через девушку, девушку свою вы как раз компенсируете этот аспект. Вот. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Дальше. В целиком помню, что могу сказать, что счастливы и вплощениями этих отношений. Как сделать так, чтобы она закончилась? И она не искала способов и возможности помириться. Ну, я думаю, что, ну, я думаю, что он не знал терапии, не знал, а, ну, вам нужна помощь. Так что, сами вы, опять же, ну, вот, скорее всего этим не справитесь. Так что, да, и вы можете отвечать только за, ну, за себя. Вот, если вы не можете отвечать за, собственно говоря, вот, девушку и не можете, ну, как бы, делать что-то за неё. Поэтому, такой момент здесь. А за себя вы можете дать собой, вы можете управлять. Слишком много сложных состоит такие отношения. Главное, личное депутативное состояние, опять же, не совсем, а, понятно, связано ли это с отношениями, или это связано с вашим, а, ну, с вашим состоянием. Так что, нужно сделать этот момент. Ну, и да, помощь, которую вы, по-другому системе, если вы говорите, это вот, который вы можете сделать это, по-другому системе. И вот, а, ну, это, помни-то, и вот, и вот. И вот это момент можно реализовать через, что это будет над ней, ну, и вот, надеюсь, не надо, понимать, да? Смотрите, не надо, да? какой аспект. Это важно, как мне кажется. Вот то, что я могу вам сейчас ответить с точки времени психологии, психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что было вам это полезно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ вам. И надеюсь, что обратная связь поможет вам как раз начать работу над собой. Удачи вам и всего самого доброго. Будем на связи обращаться.